Яркие портфели и канцелярия со всех регионов Гомельской области прибыли на Мозрещину. На базе средней школы номер 16 прошел областной этап благотворительной акции в школу с добрым сердцем. Около месяца более 900 волонтеров Гомельщины проводили благотворительные акции в своих регионах. Дежурные переносные посты активистов стояли возле торговых центров, магазинов и на рыночных площадках. Не заметить их было довольно-таки сложно, а вот принять участие в акции наоборот. Купить предмет канцелярии под силу каждому. Мы каждый год определяем один из районов, куда выезжаем и оказываем такую помощь детям. Подобные мероприятия еще раз показывают важность того, что мы единый народ, что мы белорусы вместе. Чужих детей не бывает и это еще раз говорит о том, что мы живем в социально ориентированном государстве. И союз молодежи, в том числе Гомельщины и молодежные организации готовы подставить плечо поддержки нуждающимся. Всего во время областного этапа собрали более 300 рюкзаков. Они разойдутся по всей Гомельщине. С ними пойдут в школу дети из социально уязвимых семей, многодетных, неполных попавших в сложную жизненную ситуацию. Сегодня 50 долгожданных подарков прибыли в наш город и были вручены юным мазырянам. Стоит отметить, что каждый год адрес яркой интерактивной благотворительной площадки меняется. Ведь это не только нужные подарки, но и праздник, сред энергии перед новым учебным годом. В прошлом году эпицентром акции в школу с добрым сердцем была Наровля. Сегодня 50 мазырян получат рюкзаки со школьными принадлежностями для того, чтобы учебный процесс был комфортным. Отрадно отметить, что силой волонтеров сегодня подготовлена именно мазырщина, подготовлена интерактивная площадка. Это наши первичные организации и первичные организации ГАИ, департаменты охраны. Это учреждения образования, практически все наши городские школы. Также это индивидуальные предприниматели пряня, это шоу мыльных пузырей. Перед началом торжественного вручения всевозможные интерактивности. Девчонки и мальчишки надували и лопали мыльные пузыри. На постах активистов Барсэм играли в настольные игры. Сидели в машине ГАИ, собирали и разбирали оружие, примеряли спецформу. А также с задержкой дыхания наблюдали, как четвероногий помощник милиционеров задерживает преступника. Благодаря добрым сердцам наших мазырян, передача тепла и внимания детям стала визитной карточкой. А для многих предприятий и организаций и портфелей первоклассникам добрая давняя традиция. Конечно, это замечательная акция. Передача частички, может быть, себя, добра, добрых пожеланий на будущее. И тем ребятам, которые в этом нуждаются, нашему, по сути, подрастающему поколению. Да, и мы на заводе тоже организовали такую акцию. И все заводчане с удовольствием откликнулись на эту акцию. И в том числе, конечно, и члены партии «Белая Русь», потому что мы считаем это нашим долгом, помогать нашим детям. Поэтому такие акции нужно проводить и проводить чаще. Проведение подобных благотворительных мероприятий – это большая поддержка для родителей и бесценное внимание для детей. В многодетной семье Гуль воспитывается 10 детей, всего учились или учатся в 16-й школе. Пятеро из них уже взрослые, остальные продолжают изучать мир знаний. Самый младший пойдет в первый класс. Это мероприятие для нас очень важно. Помогают детям, собирают. Каждый год какая-то помощь. Очень приятно, что организовывают такие мероприятия. Для многодетных, для малого имущества – это очень большая поддержка. Для нас это очень большое внимание. Подарки каждый год бывают. На Новый год тоже организовывают. Очень приятно. И детям тоже приятно такие подарки. Побольше таких мероприятий было. Благотворительная акция в школу с добрым сердцем объединяет белорусскую молодежь и всех жителей. Список личных добрых дел может пополнить каждый из нас. Пункт сбора школьных принадлежностей будет работать в райкоме БРСМ по адресу Интернациональная 59. По 17 сентября включительно. Александра Бекиш, Юрий Горебец, телеканал Мозырь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.